Всем привет! Наверное, немного набралась сил, чтобы включить камеру, сказать нашим подписчикам, нашим друзьям о том, что все-таки происходит и куда мы пропали. Многие из вас уже по инстаграму поняли, что в нашей семье произошло горе. И поэтому вот так нас намного выбило из колеи. И, если честно, до сих пор нет, наверное, до конца какой-то силы взять камеру, что-то начать записывать. И слов особо, знаете, тоже нету. Да, в нашей семье случилось для нас страшное, потому что ушел из жизни мой папа, которого мы все очень любили и любим. И это стало столь неожиданно. Это случилось сразу после Дня влюбленных. И, вы знаете, трудно говорить вообще что-то после такого события, но я понимаю, что вы ждали хоть какой-то весточки от нас. И я хочу извиниться за то, что, наверное, мы вообще никак не появились здесь. Потому что, честно, было понятно не до этого. Да и вообще подобрать слова сейчас трудно для того, чтобы просто что-то сказать. Поэтому, наверное, я просто поблагодарю вас за слова поддержки тех, кто сразу откликнулся в инстаграме и написал, посочувствовал. Я тоже искренне вам сочувствую, что в вашей жизни тоже было такое когда-то. Если не было, я не желаю вам прочувствовать это ни в ближайшее, ни в какое время. Пусть это будет в глубокой старости, как и положено. Но не тогда, когда родители еще молоды, полны сил и здоровья, чтобы уходить. Наверное, все спросят, что случилось. И, вы знаете, я не хочу, наверное, подробно что-то объяснять и рассказывать. Скажу только одно, что никто не ожидал этого, и все жили обычной жизнью. И в ту субботу я проснулась, как обычно, и ничего не подозревала. Но нам позвонили, и то самое, о чем я когда-то думала, что от того, что мы живем в другом городе и не там, где наши родители, мне, наверное, когда-то придется взять трубку и услышать что-то подобное. Ну, так вот, эта миссия пала на Колю, и сейчас это уже охота оставить в прошлом, но это было как вчера. И, наверное, никакие слова сейчас, кроме молитвы, не могут успокоить. Мы молимся, и, наверное, кто столкнулся, знает, что это такое. Мой папа, он, вы знаете, при жизни был очень добрым, хорошим человеком. Кто-то его уже успел здесь разглядеть. Он в кадрах мелькал, но достаточно недолго, как я успела пересмотреть. В кадре он был всегда как-то то ли мельком, кроме тех видеофрагментов, когда мы снимали на даче, когда они с Колей всегда что-то ремонтировали, строили, делали. Он очень любил шутить. Он был добрейшей души человек. И, наверное, вот эта боль, она никогда не уйдет сейчас. Не, наверное, а точно. Она никогда меня не покинет. Единственное, за что я радуюсь, это за то, что он ушел к Богу, он ушел в вечность. Кто верит, наверное, меня поймет, о чем я говорю. Кто не верит, я уважаю и вашу веру тоже во что-то иное. Но мы верим, что ему там гораздо лучше, чем нам здесь всем. Спасибо вам еще раз за то, что не оставили меня в ту минуту. Все-таки ваши слова поддержки, пусть дистанционно, где-то там, но они в душе и в сердце. Для нас папочка всегда останется жизнерадостным, добрым, любящим меня, Колю. Я не говорю про маму, потому что это отдельная история. Маму он любил так, как, наверное, я не видела, что мужчина любит женщину. Но вы знаете, история их знакомства, она просто потрясающая. Сейчас мы слышим эти истории каждый раз, мама рассказывает. И мы убеждаемся, что папа любил маму так, как, наверное, сейчас молодежь не любит друг друга. Никто никогда не сомневался вообще в папе, как в человеке. Поэтому мы сейчас продолжаем жить и набираемся сил, чтобы продолжить что-то делать. Потому что унывать – это грех. И мы не должны грешить дальше, потому что и так каждый день мы совершаем достаточно большое количество плохих дел. Это наши слова, это наше осуждение, это наше поведение. Поэтому хотелось бы, чтобы папе было там легче, без наших грехов. Поэтому мы постараемся набраться сил здесь, улыбаться, дальше жить и молиться. Молиться за него и молиться за всех тех, кто здесь, на этой земле. Ну и от Коли я тоже вам передам слова благодарности. Он сейчас работает. И если бы он был здесь, он бы, конечно, тоже сказал спасибо тем, кто набрался терпения и дождался выхода этого видео. Я постараюсь не плакать в камеру в следующих видео, потому что наверняка многие могут не понять, зачем я снимаю и параллельно плачу. Но в любом случае я обещаю, что мы будем сильными. И я искренне желаю всем тем, у кого оба родителя сейчас, ценить их. И не просто на словах ценить, а вы знаете, просто лишний раз сказать, я тебя люблю. Потому что потом наступает такая минута, когда ты говоришь, а человек тебя уже не слышит. Не слышит физически, но духовно слышит. Поэтому просто, если вам не сложно, прямо сейчас подойдите, обнимите, скажите, что любите или просто позвоните. Это правда, действительно так и надо делать. Хоть мы и ценили нашего папу и продолжаем это делать, но вы знаете, вот так вот раз, и все, и обрывается. Я, пожалуй, буду заканчивать это видео и буду настраивать себя на то, чтобы в следующем видео уже не быть такой. И чтобы их вообще больше таких видео не было на нашем канале. Любите своих родных, живите как последний день. Успейте сходить в храм, кто верит, исповедаться, причаститься. Ну и, наверное, любви всем, душевной гармонии, единения вам. Я надеюсь, мы скоро с вами увидимся, потому что приближается Колин день рождения. Так что я постараюсь взять себя в руки, взять камеру и продолжать жить вместе с вами на нашем канале. Жизнь продолжается. Всем спасибо, если выдержали мое такое непростое настроение. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok